Торжественное открытие спортивной площадки для людей серебряного возраста состоялось в Артемовском районе. Новый современный спортивный объект, о котором долгое время мечтали артемовские любители здорового образа жизни, расположился на площадке у комплексного центра социального обслуживания населения Артемовского района. Спортплощадка построена в рамках реализации федерального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». На строительство направлено порядка 1 миллиона рублей. Спортивная площадка оборудована при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области в рамках практики организации активного досуга граждан пожилого возраста активным долголетием отпразднуем столетия. Ни для кого не секрет, что именно здоровье народа является самым главным богатством страны. Присутствующих на праздничном событии приветствовала директор комплексного центра социального обслуживания населения Артемовского района Наталья Сильченко, которая рассказала небольшую предысторию появления данной спортивной площадки. В период пандемии, к сожалению, не все могли посещать тренажерный зал, и, к сожалению, мы иногда даже закрывали двери своего учреждения, но так было нужно для сохранения нашего здоровья. И многие получатели социальных услуг высказывали пожелания, вот хорошо бы было тренажеры на улице, это и для здоровья хорошо на улице, свежий воздух. И вот ровно год назад на нашу территорию приехал министр социальной политики Андрей Владимирович Злоказов. Смотрел всю территорию и сказал, вот здесь площадка замечательная есть, вот хорошо бы ее тренажерами оборудовать, предвосхищая наши пожелания. Ну а далее началась кропотливая работа от создания проекта и выбора тренажеров, до его реализации и окончательного монтажа оборудования. И вот спустя почти год министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов вновь посетил Артемовский, но теперь с очень приятной миссией. Открытие спортивной площадки для людей пожилого возраста. За короткий довольно срок появился очень хороший, на мой взгляд, объект. По крайней мере, самое главное, чтобы он пришелся ко двору в городском округе Артемовский, в этом районе, в комплексном центре. У нас, я хочу подчеркнуть, что это не первый опыт уличных спортивных площадок, но вот здесь, по крайней мере, то, что уже вот вижу, вижу, что получилось очень-очень достойно. Надеюсь, что данный спортивный объект будет использоваться широко, здесь будут постоянно присутствовать люди, причем уличное его расположение позволяет сделать его использование действительно не только тем гражданам, которые являются завсегдателем комплексного центра, но и, в принципе, такая спортивная площадка всего вот этого микрорайона. Поэтому я считаю, что данные возможности вот такой площадки можно использовать достаточно широко, не ограничиваясь только теми закрепленными за центром гражданами, которые являются постоянными какими-то потребителями его услуг. Рядом с тренажерами расположился стенд, напоминающий немолодым спортсменам правила эксплуатации уличных тренажеров. А перед тем, как приступить к занятиям, с любителями здорового образа жизни будет проведен инструктаж по технике безопасности. И, конечно же, специалист комплексного центра напомнит возрастным легкоатлетам о норме и количестве выполнения того или иного упражнения на тренажерах. Спешим мы с друзьями навстречу, не будем мы дома сидеть, для нас еще год и не вечер, мы будем душой молодеть. Всех присутствующих с открытием спортивной площадки поздравили заместитель главы администрации Артемовского городского округа Наталья Алисовских, а также депутат Артемовской городской думы Валентина Кайгородова. У нас на территории Артемовского городского округа четыре учреждения соцсферы, которые активно занимаются с нашим населением всех возрастов. И благодаря появлению вот этой новой площадки, естественно, появятся новые спортивные мероприятия. У нас появился еще один спортивный объект, на котором мы совместно с комплексным центром и с отделом по спорту будем развивать и проводить мероприятия для разных категорий наших жителей. Сегодня поздравляю замечательным днем и открытием такой прекрасной и тоже замечательной площадки. Всем здоровья, долголетия! Председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны труда боевых действий, Государственной службы пенсионеров Артемовского городского округа Ольга Тунгусова и председатель общественной палаты АГО Раиса Калугина поздравили Центр социального обслуживания с открытием современной спортивной площадки. Сегодня значимое событие для всех нас в Артемовском, что открывается такая хорошая площадка, спортивная площадка. А для нас, для ветеранов, это особенно. Дорогие мои, позвольте мне пожелать вам, чтобы вот та энергия, тот запал энергии, который у вас есть, еще долгие годы вас сопровождал. Чтобы вы не отчаивались в этой жизни, чтобы вы ходили друг к другу в гости, чтобы вы приходили сюда как домой. Кто-то с сахарком, кто-то с печененкой, кто-то с конфеткой. Вместе сели, чая напились, договорились, это же так здорово. Правда? Здоровья вам, успехов вам в этой жизни. Мы многое с вами выстоим, потому что мы россияне. Мы артемовцы, мы свердловчане. Мы все выдержим в доброй пути, дорогие. Участники клуба по интересам продемонстрировали собравшимся комплекс общеразвивающих физических упражнений для поддержания здорового образа жизни. Два, три, четыре, пять, шесть, 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 шесть. Есть негласная, но очень хорошая традиция. При открытии каких-либо зданий или сооружений перерезать красную ленточку, как символ открытия дороги к успеху и процветанию. Почетное право перерезать ленту было предоставлено министру социальной политики Свердловской области Андрею Злоказову, заместителю главы Артемовского городского округа Натальи Лисовских, председателю местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны и труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Артемовского городского округа Ольге Тунгусовой и генеральному директору ООО «Триаспорт» Любови Тамбасовой. Главное, чтобы без травм на тренажерах, чтобы служили долго. Ну что, в добрый путь? Ну что, честность. Давайте. Аплодисменты громкие. Нужно отметить, причем не без гордости, заместных производителей. Изготовила и установила тренажеры Артемовское предприятие ООО «Триаспорт», генеральным директором которого является Любовь Тамбасова. За производство и качественную установку спортивного оборудования руководителю подрядной организации вручено благодарственное письмо. Благодарственное письмо вручается Тамбасовой Любове Анатольевне, генеральному директору ООО «Триаспорт». Примите благодарное за трудную работу на высоком профессиональном уровне, за качество и своевременность выполненных работ, коммуникабельность и творческий подход сотрудников в процессе изготовления спортивного оборудования. Если вы заметили, оборудование выполнено в цвет Свердловской области. Желаем процветания и финансового благополучия вашей компании. Уважаемая Любовь Анатольевна, спасибо вам большое. Высокие гости, приехавшие разделить радость открытия спортивной площадки, лично протестировали некоторые тренажеры. Причем присутствующие обратили внимание, что министр Андрей Злоказов вполне профессионально испытывал артемовские тренажеры. Как выяснилось, и министр Злоказов, и заместитель главы АГО Наталья Лисовских, юношеские годы занимались на тренажерах и теперь с легкостью могут дать некоторые рекомендации. Отметим, что все установленные тренажеры являются антивандальными. На тренажерах используется метод передачи инерции своего тела через систему тяг. При этом все тяги на подшипниках, то есть идет трение через подшипники. А значит эти тренажеры очень долговечные. К примеру, в автомобилях тоже используются только подшипники, благодаря которым машины могут проехать сотни, а то и тысячи километров. На одном спортивном снаряде установлено 18 подшипников. Конкуренты Артемовских-Кулибинах используют не подшипники, а капролитовые втулки. Что значительно уменьшает срок эксплуатации спортивных тренажеров. Все части спортивного оборудования окрашены полимерной краской в камерах цеха покраски Артемовского предприятия. То, что краска очень долговечная, можно увидеть на примере забора вокруг территории школы номер 12, для покраски которого использовалась подобная краска. Спортивная площадка с тренажерами – это одно из немногих достижений Артемовского комплексного центра. Благодаря совместной деятельности центра и активных ветеранов, в 2021 году Центр комплексного обслуживания населения Артемовского района заявился на всероссийский конкурс с проектом практики с активным долголетием от празднуем столетия. В итоге практика Артемовского центра вошла в число лучших практик по организации активного досуга граждан пожилого возраста 2021 года на уровне Российской Федерации. Продолжение следует...